друзья ну это фантастически красиво правда не хочу сильно затягивать видео потому что таких красот будет много и все надо уместить формат ну хотя бы 45 минут поэтому расскажу почему доминикана сейчас настолько популярная страна у туристов про все ее преимущества недостатки и что здесь можно еще делать кроме как сидеть в отеле в общем будет интересно будут вот такие виды давайте начинать если написать в поисковике доминикана то там с 99 процентной вероятности будет океан огромный количество пальм и белоснежный песок прежде всего именно за этим сюда и летят туристы со всего мира кстати больше половины из них это жители сша и канады потому что для американцев слетать в доминикану это как для нас турция или египет на крайняк видео вы увидите как выглядят пляжи работающих отелей заброшенных и просто дикие пляжи как выглядит атлантический океан и карибское море да там большая разница естественно будет много пальм но кроме этого вы увидите как выглядит настоящая доминикана за пределами отелей и как в ней живут местные ну и самое главное в доминикане всего лишь несколько месяцев в году можно посмотреть на китов настоящих живых огромных и конечно же я их тоже хочу вам показать я думаю доминикана это очень красивая страна ну а теперь давайте разбираться в подробностях и наверное даже изменю своим традициям начну не с главной достопримечательности города или страны с отеля в который мы поселились и лишь только по той причине потому что примерно 95 процентов всех приезжающих будут селиться в таком же среднестатистическом отеле и будут в нем проводить около 90 процентов всего времени так что встречайте occidental punta cana all inclusive 5 звезд этот отель находится на пляже бавара в punta cana среди таких же 5 звездочных отелей важно сказать что в целом доминикана занимает 22 место среди стран самой высокой преступностью и находится между ливией и кенией при этом в отелях вы будете в полной безопасности и это происходит потому что в каждом из них очень много охранников так что воспользоваться лежаком или поплавать на территории другого отеля не получится поэтому очень важно изначально выбирать хороший отель еще 40 лет назад здесь не было ничего только мангровые заросли сейчас же бавара это 50 километров шикарнейших пляжей причем бизнес пошел так хорошо что в конце 20 века рядом с бавара в пункта cana построили первый в мире международный частный аэропорт чтобы американцам было не так утомительно ехать аж 200 километров из санта доминго это столица доминиканы до отелей в офши денталь punta cana есть все для хорошего отдыха а именно больше десятка разных ресторанов и баров про еду и алкоголь доминикане еще расскажу отдельно разные бассейны для детей взрослых обычные со спа фонтанами конечно же здесь есть аниматоры и музыканты которые развлекут любую заблудшую душу можно поиграть в волейбол на песке или в воде а также в офши денталь punta cana можно увидеть как коряво работает переводчик с испанского на русский язык именно на испанском разговаривает население этой страны если говорить про номер то там есть душевая кабина с тропическим душем сколотые раковины что явно не тянет на пять звезд два дивана рабочий стол мини-бар балкон с действительно неплохим видом кровать king size пока вы смотрите на наше слоумо хочу сказать что 20 долларов в этой стране творят чудеса и вам меняет номер самого дальнего корпуса на ближайший к морю правда в начале за это просят 100 долларов так что торгуйтесь да и доллары здесь так как вторая национальная валюта я уже говорил что здесь отдыхает много американцев а сейчас хочу показать наверное самое важное то что у вас больше всего интересует как выглядит пляж и океан перед среднестатистическим отелем в пунта-кане прежде всего хочу сказать что вот этих парней которые предлагают разные фотографии африканские косички шляпы одежду экскурсии очень много и это слегка напрягает ну а так выглядит сам пляж есть свободные лежаки всегда их можно найти и под пальмой в тени и на солнце никаких проблем как видно по пальмам дует легкий ветерок и должен сказать что 90 процентов всего времени здесь дует ветер и когда солнце заходит за тучи которых здесь тоже достаточно много всегда даже мне становится слегка прохладно в феврале в доминикале поэтому ваш типичный рассвет например будет выглядеть примерно так сильный ветер и облака вместо солнца про свои пять попыток снять красивый рассвет я еще расскажу но чуть позже а так обычно выглядела настя во время ожидания этого самого знаменитого теплого доминиканского солнца под стандартным как оказалось доминиканским ветром из океана но уже днем и если честно то постоянный ветер с океана был очень большим открытием лично для меня потому что про него мало кто говорит хотя он создает дискомфорт большие волны и частично пригоняет сюда водоросли но с другой стороны благодаря таким особенностям расположения доминиканы вы можете попробовать заняться виндсерфингом например когда этот парень взлетал из воды ну это выглядело впечатляюще или попробовать обычный серфинг им в на соседнем пляже макао ну а так выглядит сам пляж песок как и сам остров здесь кораллового происхождения а это значит что их 30 и в 35 градусов здесь будет комфортно ходить по нему не нагревается но про это в подробностях я рассказывал своем видео про мальдивы как видно сейчас совсем немного водорослей всем утра их убирают к 12 дня их становится снова много и вот судя по всему перед вечерним закатным солнцем их снова убрали но у меня есть специальное включение чтобы показать как выглядит пляж когда с него не убирают водоросли этот отель находится всего лишь в полу километре от нашего и он решил почему-то не открываться возможно из-за ковида а так этот же пляж выглядит с воздуха и и к сожалению эта проблема актуальна для доминиканы потому что здесь рядом есть саргасово море с которого плывут и водоросли на восточном побережье доминиканы в данном случае я могу посоветовать только искать отели с хорошими отзывами где убирают эти водоросли каждый день потому что в ином случае будет примерно так на пляже не знаю насколько для вас так критично мне лично картинку портит и ощущение от отдыха тоже и к чести Occidental Punta Cana хочу сказать что в нашем отеле убирали водоросли по два раза в день и береговая линия у нас была чуть ли не лучшей среди всех остальных отелей рядом сейчас вы можете увидеть типичное утро на этом острове по крайней мере в феврале сильный ветер естественно облака и обычный доминиканский тракторист который убирает водоросли с пляжа как понятно эти водоросли плывут в доминикану по воде поэтому в воде они тоже иногда попадаются например так в одном месте выглядит пляж на действительно шикарном острове бакарди про который я еще расскажу ну а так выглядит сам океан в начале вода такая не очень прозрачная здесь много взбаламученного песка но потом цвет воды становится лучше что важно от начала берега до того места где плавать человек там уже начинается глубина максимум 25 может быть 35 метров то есть не такое большое расстояние где можно поплавать и обычно здесь бьют очень сильные волны поэтому я бы наверное сказал что в доминикану в punta cana стоит приезжать если вам нравятся большие волны и вы готовы мириться с тем что вода не до конца прозрачная а если вам хочется спокойного моря отсутствие ветра голубой и кристально чистой воды без водорослей но при этом вы хотите отдохнуть как человек в all inclusive то есть punta cana можно поехать на экскурсию самое популярное место на доминикане это остров саона в карибском море итак у доминиканы которая находится на большом острове гаити есть еще другие острова чтобы туристы которые прилетели на большой остров могли бы поехать на остров поменьше самый известный из них это саона из дрона и земли он выглядит действительно круто саона находится уже в карибском море соответственно волн здесь намного меньше а вода чуть теплее вообще-то остров просто огромный около 110 квадратных километров но привозят всех туристов на небольшую часть где лучшее море и хорошо обустроенный пляж в остальной же части саона это национальный заповедник куда обычному туристу вход запрещен и на нем практически никто не живет то есть ночью остров практически безлюдный а вот днем сюда стекаются туристы со всей доминиканы причем это не образное выражение хочу сказать что все экскурсии которые вы увидите за территорией отеля профессионально организовала для нас република про за что им отдельная благодарность и ссылки в описании так вот наш гид карина сказала что на салону приезжают около 90 процентов всех туристов доминиканы отдельный респект по република про за то что они нас привезли сюда первыми и соответственно мы можем занять любой лежак в тени на солнце какой нужно и сатографироваться с разными пальмами без очереди потому что через два часа это будет выглядеть вот так да и вот после таких кадров действительно можно поверить что сюда приезжают около 90 процентов всех туристов и совсем не верится что в 6 вечера он становится снова необитаемым но на самом деле здесь нету не то что мобильной связи но даже пресной воды так что кроме самого трансфера република про здесь организовывает небольшой обед и рекомендую вам сразу приходить на обед как только он откроется потому что очередь примерно такая а если вы ищете что-то более изысканное то можно купить такую пинаколаду в ананасе например при вас раскроет она нас все вычастят и зальют туда коктейль хочу сказать что к атмосфере островного вайба сразу добавляется плюс 100 насте понравилось такие ананасы стоят 10 долларов и что самое обидное специально доход 20 чтобы они дали сдачу местными деньгами я хочу для вас их снять но они дают сдачи в долларах доминикана а если вы поплаваете в этой шикарной прозрачной воде выпейте пинаколаду в ананасе покатаетесь на такой качели просто попродите по пальмовым зарослям пройдетесь по этой пальме и повисите на такой то можно прийти еще к баунти пальме вроде бы как говорят что именно здесь снималась реклама баунти из 90 помните девушка лежит на пляже рядом с такой пальмой и говорит что баунти это райское наслаждение правда про это еще рассказывают в таиланде маврикии бали и ряде других стран но от себя могу сказать что пальма действительно красивая и приходите к ней максимально рано потому что не странно то что мы были одними из самых первых на острове к ней уже собралась немаленькая такая очередь а через два часа она будет минимум минут на 20 пальма действительно красивая но должен сказать что салонов частности доминикана в целом это не про приватность каждый день на этой пальме сидит наверное по минимум тысячи человек так что мне кажется эта пальма уже слегка устала но если мой призыв вас не остановит и вдруг вы приедете на остров одни сфотографироваться с баунти пальмой обязательно то на салоне можно взять фотографа их услуги стоят 40 долларов за 20 фотографий и каждая последующая фотография по два доллара может быть торгуете чуть дешевле но я могу сказать что понаблюдал за ними их действия очень профессиональные так что конечно они заинтересованы продать вам как можно больше фотографий если хотите классные фотки с этого острова то к ним можно обращаться но если фотографы действительно могут сделать хорошие фотографии которые останутся навсегда с вами то к другим сотрудникам на салоне у меня есть вопросы на этом пляже так как и на пляже в нашем отеле ходит огромное количество людей которые продают абсолютно все начинают бриллиантов заканчивая экскурсиями африканскими косичками или сигарами как например вот этот человек и во первых вы должны приготовиться каждые пять минут говорить ноу а во вторых вы должны знать что сигары ни в коем случае нельзя брать у этих людей потому что они должны храниться в специальных условиях соблюдаться температура солнечный свет влажности и конечно же это не сохраняется когда вы ходите по пляжу так что сигары не берите это больше похоже на труху если посмотреть с воздуха то видно что вдоль всего пляжа очень много пальм под которыми можно спрятаться от солнца потому что пляж и море на салоне это хорошо но лучше сюда приезжать не в первые дни отдыха потому что сгорите сто процентов приезжайте во второй половине когда есть уже хоть какой-то минимальный загар и получите удовольствие от этого отдыха и если вам понравился этот остров то я еще хочу рассказать как сюда можно добраться есть три способа это скоростная лодка тот случай который был у нас и вот так выглядит дорога все это заняло около 25 минут и я прям рекомендую скоростную лодку потому что это самый быстрый вариант соответственно вы приедете сюда одним из самых первых и у вас будет больше возможности пофотографироваться на этом острове без людей но на некоторых волнах она сильно подпрыгивает и было ощущение куда бы я на американских горках так что для пожилых людей это наверное будет не очень удобно второй способ это мотамаран он идет где-то 50 минут вместо 25 и он более вместительный я думаю что это такой самый спокойный самый оптимальный вариант если вы никуда не спешите но если вы совсем никуда не спешите хотите попасть на этот остров полный людей то выбирайте катамаран он идет 2,5 часа что они более дешевые из-за этого их иногда тоже используют для экскурсий но если вы думаете пляж это единственное что можно посмотреть на острове то сильно ошибаетесь после всей этой красоты нас повезли в голубую лагуну где водятся настоящие живые морские звезды капитан лодки дал жару включил полный форсаж и устроил настоящие гонки соседней лодкой за качество картинки не ругайтесь что-то серьезнее телефона доставать было действительно страшно потому что на скорости за 60 километров по воде распрощаться с камерой максимально легко а здесь кстати снимает турецкую версию последнего героя когда вас привезут в вагуну первое что впечатляет этот цвет воды он как бы и на салоне хорош но здесь это просто мальдивы ты нашла еще одну побольше да самое главное что вы должны знать их ни в коем случае нельзя доставать из воды иначе идеальные условия жизни не помогут ну и раз уж я уже заговорил про салону должен сказать что вот эти штуки для снорпинга в доминикане вам сильно не понадобится во первых потому что на океане очень высокие волны и там смотреть в принципе нечего с маской и трубкой во во-вторых на карибском море коралловый риф есть в одном месте рядом с островом каталина это совсем небольшой остров около 9 квадратных километров рядом с островом салона так раз но до него непонятно как добираться он маленький и это место все-таки больше подходит для дайвинга чем для снорклинга так что маска с трубкой вам здесь сильно не понадобится за рыбками не посмотришь а если вам все это не сильно интересно то можно просто бахнуть шампанского пока другие делают фотографии кстати когда вы вернетесь в порт не стоит что-то покупать там так как цены очень еще раз очень туристические потому что только что нам предложили пачку очень прикольных чипсов с лимоном у нас такого вкуса нету за 6 долларов таких цен наверное даже в америке нету естественно чипсы не являются какой-то традиционной едой в доминикане а вот из традиционного что вы можете попробовать в all inclusive отеля это будет рис всевозможные виды курицы и блюда из бананов которые здесь кстати растут в этой стране говорят так что если доминиканец вдруг по какой-то причине не пообедал рисом то значит он им точно поужинает несмотря на то что доминикана это остров рыбу здесь почему-то местные не признают но в отелях все равно готовят в среднем моя тарелка выглядела так и у нас даже было много фруктов настя понравилось кроме стандартных баров и кафе на территории нашего отеля было 5 тематичных ресторанов в которые нужно было специально записываться у специального человека мексиканский итальянский азиатский мясной и рыбный обязательно сходите в рыбный он нам понравился больше всего и про алкоголь как я уже сказал практически во всех отелях на доминикане есть система ол инклюзив но конкретно в нашем например есть два типа ол инклюзив стандартный в которых конечно же входят все безалкогольные напитки и алкогольные напитки но местного происхождения я могу сказать что этого хватит 90 процентов путешествующих есть пиво водка разные коктейли мохито ромского и пинакова до такого и с десяток других но если вы более искушенный турист то есть ультра в инклюзив здесь называется royal club и в нем можно взять напитки алкогольные из любой страны происхождения но конкретно сейчас я бы даже больше хотел поговорить про коктейли как известно в них добавляет достаточно большое количество льда который получается из воды так вот это самая вода в доминикане в особенности водопроводная очень плохого качества и и не то что пить нельзя на него вы даже не смотреть так что коктейли будешь заказывать либо в ресторане вашего отеля где точно фильтрует воду и с ней все в порядке либо в ресторане которому вы на сто процентов доверяйте чтобы избежать разных негативных последствий которые могут просто испортить ваш отдых ну а сами коктейли в особенности мохито на карибах очень вкусный рекомендую а если вам надоест постоянно есть загорать и плавать в отелях или на сауне то у меня есть два радикально отличающихся друг от друга интересных вариантов времяпрепровождения первое это посетите город художников куда часто завозят туристов перед сауной это такая себе стилизированная итальянская деревушка век так под шестнадцатый тоскана моя тосканушка если очень кратко то ее всю можно обойти минут за 10 максимум но она настолько красивая что выделяет на него 40 минут и не всегда этого достаточно чтобы успеть сделать везде красивые хорошие фотографии и кстати она находится в касса де кампо это место где живут миллионеры северной америки и доминиканы если вы уже сто лет не были в италии то всю эту атмосферу можно прочувствовать в городе художников или как он называется официально альтос де Чавон то есть построенный над вот этой речкой Чавон и здесь даже есть амфитеатр который кстати построен на деньги певца фрэнка сенаторы кроме амфитеатра итальянских домиков этого фонтана город художников известен тем что в половине статей интернета про доминикана написано что в этой церквушке венчался или женился майкл джексон но это неправда он только рассматривал и церквушку как один из вариантов но если хочется чего-то более активного то вот вам мой второй вариант от република про можно покататься на квадроциклах по диким пляжам доминиканы если честно то таких видео я наснимал много и можно создавать даже отдельный ролик минут на 15 про нетронутую природу доминиканы кстати на свой другой канал я загрузил часть нашей поездки на квадроцикле можете там его посмотреть по ссылочке в описании слова о том что это действительно нетронутая практически безлюдная местность это не преувеличение как нам сказал гид раньше здесь вообще не было людей и этим пользовались например наркоторговцы которые отправляли по 10 тонн наркотиков каждый месяц так что до сих пор здесь иногда проводятся специальные рейды полиции вместе с армией не пугайтесь если вы увидите человека с автоматом на дороге ну если посмотреть на карту то в 120 милях от доминиканы находится пуэрто-рико это практически 51 штат америки так что для многих доминиканцев пуэрто-рико это практически земля обетованная и многие мечтают туда перебраться хотя бы нелегалом отправлялись они именно с этих пляжей потому что здесь опять-таки никто не живет и полиции соответственно практически нету а сейчас хочу показать на своем примере как делать не нужно я самого края поставил квадроцикл и он прямо под кокосами так делать не нужно потому что если упадет голокос на голову а вы без шлема то все гаснет свет поэтому нам всем выдали шлемы его смогла забрать а мне как чем он не забрал а зайка они же друг на друге лежали осторожно перед поездкой проведут полный инструктаж так что проказку вам обязательно напомнят по пути будет несколько остановок где можно сделать крутые фотографии и даже поплавать на необитаемом пляже во время одной из таких остановок я даже успел записать вступление камеру ставил на вот эту пальму и сейчас хочу сравнить как выглядит по моему мнению уже уставшая пальма с тысячами людей ежедневно на салоне и как должна выглядеть пальма здорового доминиканца на диком пляже я думаю что разница очевидна хочу поделиться своими эмоциями только что закончилась экскурсия если честно я в полном восторге еще никогда в жизни не катался на квадроциклах только на снегоходе но квадроцикла это круто когда ты заезжаешь во всякие ямки там вода выезжаешь из них на полном газу круто но я думаю что парни меня точно поймут из советов могу дать такие не стоит отсюда одевать белую одежду либо какой-то брендовый потому что здесь в воде очень много железа соответственно воде и земле соответственно вода красная и если попадает что-то на одежду то это будет очень сложно стирать возможно даже никогда вы не стираете и во вторых катайтесь вдвоем на квадроциклах один руль и другой контент потом меняетесь оба получат максимальное удовольствие правда безлюдные пляжи кокосовые рощи очень круто я я в полном восторге кстати по пути делают еще одну остановку где при вас откроют кокос и в нем могут сделать коктейль но я сейчас хотел бы больше поговорить про другое этот человек с высокой долей вероятности не доминиканец а гайдянин и сейчас я бы хотел на несколько минут углубиться в историю этого острова и если вы посмотрите на карту карибского бассейна то увидите что доминикада находится на острове где есть две страны это такой себе единственный остров в карибском бассейне здесь есть гаити и доминиканская республика мы называем весь этот остров гаити но доминиканцы и большая часть европейцев называют его ла эспаньола как звучит именно такое название дал кристофор колумб когда приплыл сюда и это был третий остров в новом свете который он открыл и здесь же испанцы основали первую колонию в новом свете которую назвали санто доминго это нынешняя столица доминиканской республики и если вы туда возьмете экскурсию то будете постоянно слышать что санто доминго это первое в новом свете в том-то в том-то и в том но реалий тех времен были таковы что люди старались селиться рядом друг с другом чтобы чувствовать себя более защищенными потому что тогда было много пиратов мародеров которые грабили и убивали поэтому люди начали расселяться вдоль санто доминго на юго-востоке страны а вот западная часть острова осталась безлюдно потому что индейцев уже к тому моменту практически полностью истребили либо физически либо разными болезнями эту территорию заняла французская империя поэтому издревле здесь было две колонии двух разных стран и у франции с испании были разные подходы к развитию колоний франция сюда привозила рабов из экваториальной африки и запрещала смешанные браки а испанцы были не так категоричны поэтому привозили сюда людей из экваториальной африки из северной африки из испании из других регионов своей империи и разрешали смешанные браки я пропущу большую часть истории чтобы вас не грузить скажу лишь только то что в разное время в этих колониях отменили рабство что также повлияло на уровень развития общества ну и в итоге эти две колонии получили независимость но гаити на тот момент была более развитой страной поэтому она даже смогла оккупировать весь остров доминиканцам конечно же это не понравилось поэтому они 20 лет боролись за свою независимость и в итоге получили ее но к сожалению в гаити произошло очень мат такое большое перенаселение там было мало ресурсов они начали вырубать деревья начали происходить всякие оползни катаклизмы и сейчас там практически гуманитарная катастрофа поэтому гаити это самая бедная страна карибского моря и одна из самых бедных стран в мире на данный момент доминикана себя чувствует вполне себе неплохо ввп этой страны на душу населения больше чем в белоруссии грузии или украине например на гаити больше чем 90 процентов людей это чернокожие на доминикане в основном этому ваты причем даже есть около 10 процентов полностью белых доминиканцев на гаити разговаривают на французско-креольском языке это такая себе смесь французского и африканских диалектов на доминикане разговаривать на испанском языке на гаити люди веруют в воду это там даже официальная религия это черная религия африканских шаманов в общем ужас на доминикане люди католики в общем на этом небольшом по сути острове есть две страны которые радикально друг от друга отличаются и если честно не очень-то и долюбливают друг друга поэтому если вдруг вы будете покупать экскурсию на доминикану проверьте чтоб вам там случайно не продали экскурсию на гаити потому что там белых людей могут и в рабство забрать и сделать зомби из них это правдивая история если что поэтому туда даже водят экскурсии только в сопровождении вооруженной охраны ну в орле и решки было можете посмотреть так же как для доминиканца мечта уехать хотя бы на пуэрто-рико также и для гаитянина будет мечта оказаться в доминикане и получать 10-15 долларов в день так что в отелях на базовых позициях в основном работают именно гаитяне так как им можно просто платить меньше и если гаитяне сюда едут круглый год то сейчас я бы хотел поговорить когда лучше всего туристу ехать в доминикану я думаю многие знают что в тропических странах есть так называемый сезон засухи и сезон дождей но сезон дождей на карибах не так ярко проявляется как например в азиатских странах здесь больше стоит говорить про сезон ураганов что тоже звучит не так то и хорошо и сезон дождей и сезон ураганов здесь длится где-то с мая по октябрь но самые жесткие ураганы обычно случаются в сентябре-октябре так что в эти месяцы я бы сюда точно не летела в остальные даже не сезона сюда можно приезжать условно говоря вы за те же деньги получите вместо 9 ночи 14 и я думаю что это неплохая сделка но сезоном здесь считается период с ноября по март в это время наименьшее количество дождей на меньшее количество красных ураганов и других катаклизмов но в январе я бы сюда не летела потому что температура океана может опускаться где-то до 23 градусов а это примерно как черное море летом и как по мне это достаточно прохладно а вот февраль я считаю самым лучшим месяцем для путешествий в доминикану и сейчас хочу рассказать почему хочу уже на суше записать свои мысли по поводу этой экскурсии и должен сказать что вы постоянно будете говорить когда лодка прыгать на волнах и когда увидите собственно говоря этих самых китов а конкретно в доминикане можно увидеть горбатых китов и это второе по величине существо в мире после синего кита она может весить до 30 тонн и быть в длину 15-16 метров конечно когда это видишь живую то дух захватывает и кстати я нашел статистику что только 0,01 процентов всех людей на земле хоть раз в жизни видела китов и доминикана это одно из немногих мест в мире где в принципе гарантированно можно увидеть китов это происходит потому что они эмигрируют из исландии и норвегии в доминикану примерно в январе-марте для того чтобы здесь размножаться здесь рождаются маленькие китята у которых небольшой объем легких поэтому им нужно каждые пять-десять минут выныривать чтобы подышать и с ними мама еще выныривать за компанию в общем как сказал экскурсовод републики про за пять лет которые он возит людей на китов ни разу не было чтобы они не появились но нужно понимать что китам то все равно что вы хотите на них посмотреть поэтому они не будут 30 минут вокруг вас плавать показывать себя какие некрасивые и так далее они либо выныривают на 10-15 секунд чтобы вздохнуть воздуха либо они могут максимум минуту полторы проплыть мимо вас может быть хлопнуть хвостом или плавником но все равно даже это захватывает дух поэтому где-то за полтора часа всего этого действия мы увидели может быть 12-15 раз китов из них 2-3 раза было по полминуты по минуте все остальное время это ожидание этих самых китов в океане но вы должны быть к этому готовы потому что во многих странах где эти киты водятся в принципе гарантию никакую не дают ну и вы должны понимать что это океан там большие волны поэтому желательно примите таблетки от укачивания перед поездкой потому что было несколько человек в этой экскурсии которые укачало практически в самом начале им было плохо они смотрели только вниз хотя надо смотреть на горизонт и практически не увидели этих китов а это достаточно обидно ну а сейчас хочу показать вам небольшой островочек бакарди на который завозят людей после этих экскурсий и он примечателен прежде всего тем что здесь снимали рекламу рома бакарди самую первую в его истории и так еще один остров доминиканы и если сауна была в карибском море то бакарди или официально каю левантадо находится уже в атлантическом океане и это сразу же заметно по более сильным волнам присутствию водорослей и другому цвету воды и здесь также как и на салоне вы должны знать что будет очень много людей и вообще сказал бы что доминикана это не про приватный отдых но зато горы напротив выглядят действительно круто и такого на салоне уже нету в этом месте мне вспомнил сокотарский залив черногории сам же остров очень маленький он даже не всегда отмечен на картах и кроме этого он еще и разделен на две части одну занимает отель бахиа принцип лакшери каю который специально построен для наблюдения за китами из каждого номера есть вид на океан откуда с помощью бинокля целый день можно наблюдать за китами в сезон идея очень крутая но территория отеля является частной так что обычному туристу остается довольствоваться лишь половина и без того совсем небольшого острова на второй половине вы конечно же можете поплавать позагорать здесь даже можно попробовать снорклинг а можно еще взять коктейль для разнообразия уже в кокосе вместо ананаса видно что бакарди посещает не так много людей как салона потому что там коктейли в ананасе и кокосе стоят по 10 долларов а здесь по 7 настя тоже понравилось на острове мы провели всего лишь пару часов потому что кроме китов и бакарди в этот же день нам нужно было посмотреть на еще одну я бы сказал уже инста достопримечательность доминиканы гору с нее открываются действительно впечатляющие виды на доминиканам а еще ее фишка является то что здесь можно сделать такие фотографии как будто паришь над землей когда катаешься на качеле или подпрыгнув на метле например в общем девушкам которые приезжают в доминикану с красными длинными вечерними платьями такие места нравятся кстати на этой горе нужно получать специальное разрешение чтобы полетать на дроне потому что иногда тут летают вертолеты так что не забудьте про это но в начале несколько слов про то как добираться до ридонды тут все не так просто дорога на гору выглядит еще хуже чем на драгобрат в карпатах так что на своих в 99 процентах случаях арендованных машинах туда не пускают и нужно ехать на вот таких чудо автомобилях и что я хочу сказать те виды которые открываются во время подъема и спуска западают надолго кроме качелей на самой горе есть еще гамаки в которых тоже можно очень классно поваляться и виды отсюда открываются фантастические в этом месте я прям почувствовал что приехать на отдых в пунта-кана на all inclusive это совсем не значит увидеть настоящую разнообразную доминикану эта гора настолько оказалась популярной что у нее появился свой клон в доминикане так что когда будете бронировать экскурсию то обратите внимание чтобы было написано именно гора ридонда а не просто гора с качелями но это что эта гора действительно хороша решил не только я но и этот парень который сделал предложение своей девушке именно на ридонде кстати доминикана почему-то оказалась настоящей меккой для молодоженов потому что лично я за 10 дней видел 4 свадьбы или предложения например одна из пар решила провести выездную церемонию прямо в нашем отеле на берегу океана все выглядело фантастически молодым горько но как я говорил доминикана это не про приватность когда стоит свадебная арка возле океана рядом в 50 метрах лежаки с туристами ну не знаю или вот в другом отеле например посреди лежаков украсили качелю тоже к свадьбе я думаю многие знают что молодоженов лучше всего снимать на рассветах и закатах чтобы был лучший свет и соответственно лучшие кадры поэтому сейчас хочу рассказать судя по всему про боль доминиканских свадебных фотографов и видеографов конечно же я хочу вам показать все рассветы и закаты на доминикане но вот это только у меня первый рассвет за четыре дня все остальное время были облака но я могу сказать что на эти рассветы будут вставать не очень-то и сложно потому что разница с киевом и москвой здесь 6-7 часов соответственно чтобы встать на рассвете просто нужно проснуться в час дня и согласитесь что это намного проще звучит чем например на пхукете проснуться в 2 часа ночи по местному времени чтобы прийти туда к 7 утра на рассвет так что с джетлагом здесь особо больших проблем не будет по прилету а вот когда вернетесь домой то конечно джетлаг будет но как по мне важнее чтобы джетлага не было на отдыхе он-то у нас реже случается в итоге у меня не было ни одного чистого рассвета в доминикане а теперь хочу поговорить про то что может скрасить ваш джетлаг дома и конечно же это всевозможные памятные сувениры тем более что в доминикане есть из чего выбрать после многих экскурсий република про завозит в магазин пола сувенирс с русскоязычными консультантами где можно выбрать например нормальные сигары которые хранятся в правильных условиях или как в моем случае ром потому что доминикана это один из лидеров по производству рома я хочу к это ром который вот он только до местных не у нее не продается на экспорт вот я смотрел ну посмотрите все что вы найдете в россии или в европе это бургал экстра въеха и барселла империал и нишан пятерочка это все будет там все что местно это вот бермуду сбоны маккорикс оливер компания вот я про оливер слышал это вроде как говорят одна из таких самых популярных до больших компаний да то есть если смотреть то вот это вся вот эта весь стенд это все компания оливера начинает молодого рома 17 долларов будет стоить это то что мечтать с колой и заканчивая самым старым ромом в этот 30-летний а молодой это сколько молодой это 6-7 лет 6-7 лет сегмент это то что бьется в чистом виде это 10-12 лет это вот это ну хорошо давайте мне два оливера тогда молодого молодого да да у классное название все супер кстати по промокоду travel hub вам сделают скидку 5 процентов так что пользуйтесь на здоровье у меня еще промокод travel hub и карточка оплата в начале видео я еще обещал рассказать как живут местные поэтому сейчас хочу поговорить про самих доминиканцев первое что мне приходит в голову это очень счастливые и веселые люди так выглядит повар в ресторане пока готовит омлет а так выглядит водитель туристического автобуса как только мы вышли он сразу же навалил музыку начал петь в микрофон в ком-то экстазе и видно что это сделано не для туристов они так живут они так чувствуют здесь очень любят танцевать бачата слушать громко музыку разговаривать веселиться и вообще доминиканцы входит список одной из самых счастливых наций в мире что лично для меня достаточно странно было изначально потому что люди здесь в принципе живут не так-то и богато если не брать топ-менеджмент отелей то в среднем люди зарабатывают 300 500 может быть 600 долларов и многие живут так раз за счет чаевых так вот собственно говоря вопрос почему эти люди при не самом большом заработке входят список одной из самых счастливых наций мира и мне кажется что причина заключается в том что доминикана это островное государство и здесь очень ярко проявляется такой себе островной вайб никто никуда не спешит не торопится в принципе доминиканец не знает что такое стресс когда вы сюда приедете вы должны быть должны знать два главных слова это маньяна и транкилья маньяна значит завтра в переводе с испанского но в переводе с доминикана испанского это значит никогда если сказали маньяна никогда это не сделают запомните если сказали через час может быть на следующий день сделают а если сказали через пять минут то где-то через часика два может быть придут экскурсовод рассказывал что у него сломался интернет он в тот день был дома позвонил попросил чтобы пришел мастер он сказал ну я постараюсь прийти и в итоге пришел через восемь дней. Вот такие реалии Доминиканы. Конечно же, когда туристу из Европы говорят маньяна завтра, завтра ничего не происходит, он приходит, возмущается, ругается, ему говорят, tranquille amigo, tranquille, что значит не переживай, не стрессуй, до тебя были туристы, после тебя будут туристы, все как-то образуется, все будет хорошо. И я хочу сказать, что мне очень даже нравится такой менталитет доминиканцев, он как-то настраивает на расслабленный, не стрессовый отдых, а что еще нужно получить от поездки в Доминикану. Все это создает определенный, особенный колорит. Про каждый аспект, конечно, не расскажешь, но я бы хотел вам показать хотя бы одну часть их жизни. Например, в вождение. Вот смотрите, скутер без боковых зеркал. У этого парня тоже ничего нет. В руках стаканчик вместо него. В общем, здесь местные водители скутеров и мотоциклов делятся на четыре типа водителей. Первый это туристы, которые берут скутеры с боковыми зеркалами, что они вообще в них смотрят, ужас какой. Доминиканцы таких не уважают. Второй тип это нормальный доминиканец. Они складывают зеркала, которые они смотрят друг в друга. Пацаны, просто не успел снять, не подумайте, пока скрутил, пока езжу так, но вообще я в них никогда не смотрю. Третий тип доминиканцев это вот те самые крутые перцы, которые снимают зеркала и ездят без них. Что со мной случится? Не стрессуй, не переживай. Это доминикана, все будет хорошо. Ну и четвертый тип это просто боги. Они снимают и боковые зеркала, еще и переднюю фару. Я видел такие. Потом едут ночью фонариком дорогу подсвечивают, чтобы не сбить никого. Вот такая колоритная страна доминикана. Если рассказывать про машины, то здесь тоже много историй. Например, совсем недавно только появилась база штрафов. До этого тебе штраф выписывают, оплатил, вот смотрите, без зеркал едет. Как бы оплатил штраф, ну молодец, неожиданно. Не оплатил, никто не узнает, базы нет. Камеры скорости поставили 10 лет назад, до сих пор не включили. Полицейские появляются в основном 15-30 числа на дорогах, когда зарплату людям выдают. Дождь пошел, их точно не будет. Ближе к вечеру, там 4-5 вечера, ну какой работать. Уже пора кофе, ведь общаться с друзьями. Их тоже на дорогах вы не увидите. Если остановили и вы пьяный, то вам скажут, ты дурак, ну хотя бы поварийку включил, чтобы другие видели, что ты пьяный едешь. Аккуратно тебя объезжали. Первый алкотестер появился год назад в Санто-Доминго. До этого вообще ни одного алкотестера не было в стране. Вот такая веселая Доминикана. Конечно, то, что я рассказал, это не есть хорошо, безусловно. Но мне как турист это добавляет такого островного калорита, такого-то основного вайба. А то, что мне нравится, здесь на машинах нет передних номеров, вот например. И здесь подложка есть, выглядит не очень красиво. А есть без подложек спереди вообще, просто бампер. И вот прям машины намного стильнее смотрятся, мне очень нравится. Так что быть крутым доминиканцем, это очень весело, но опасно. Я думаю, что слегка вышел уже, как всегда, из своего запланированного тайминга, так что пора говорить свои выводы про Доминикану. И в перерывах между тем, как трактор убирает водоросли, я хочу подвести итоги. И мне кажется, что Доминикана это такой себе зимний заменитель для Турции или Египта. Если летом туда, то зимой можно в Доминикану с тем же all-inclusive, но вместо моря здесь будет океан, будут прекрасные широкие пляжи, высоченные пальмы и островной вайб. Но должен сказать, что в моем эмоциональном чемоданчике, который я повезу домой, 70% заняли экскурсии и только 30% сам отельный отдых. Именно в экскурсиях я смог рассмаковать вот эту доминиканскую природу, прочувствовать, как здесь живут местные, и прочувствовать дух этого острова. К сожалению, в отельном отдыхе мне не понравились некоторые моменты. Я сейчас говорю не про свой отель, а в целом про Пунта-Кано, потому что в другом месте вы жить не будете. И это конкретно сильный ветер, который напрягает водоросли каждое утро. Но, к счастью, в моем отеле их убирают. И я встречал каждый рассвет, но солнце появилось только один или два раза. Это, конечно, очень мало. Закатов тоже нет. Для меня это важно. Но давайте пробуем сравнить эту страну с конкурентами. Возьмем Занзибар. Там намного хуже инфраструктура, нет all-inclusive. Куба. Там еще хуже инфраструктура и даже нет как бы интернета бесплатного практически. Мексика. Вот она может быть конкурентом. Но это не остров. А островной вайб он всегда чувствуется. Мальдивы, Сейшелы. Это намного более дорогая история. Бали. Там нет таких крутых пляжей. И вот конкурентом я бы назвал Шри-Ланку или Таиланд. Но Шри-Ланка это больше про самостоятельное путешествие лично для меня. Можно снять номер возле океана, можно в горах. Попутешествовать по острову. Это отдельная история. А вот Таиланд действительно может быть конкурентом Доминикане. И я бы сказал, что нужно пожить и там, и там. И сравнить где вам больше нравится. И если вы досмотрели до этого момента, значит видео наверное понравилось. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Это очень важно, чтобы вы узнали про новые видео и чтобы я их как можно больше выпускал. В описании я оставлю ссылки на Републику ПРО, на сервисы, где можно забронировать туры из Украины или России в Доминикану. И сервисы, где можно забронировать жилье и купить авиабилеты самостоятельно. Ну и у меня наверное все. Всем спасибо за просмотр. Пока. До новых встреч. Вот я кстати успел до трактора. Субтитры сделал DimaTorzok